Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Хмара Наталья. И сегодня я хочу поделиться с вами интервью с семейной парой практикующих психологов Павлом и Марией Ставиней. Есть вопросы, которые будут и очень интересны с их точки зрения. В свою очередь могу сказать, что это семейная чета, практикующие психологи, имеют достаточно большого количества, как вы видите, сертификатов, подтверждающих их профессионализм и люди, которые работали с ними, они получили качественные результаты. Слушайте интервью. Мария, сейчас в современном мире очень распространен такой феномен, как депрессия, то есть чувство депрессии у людей. Как с этим боролся, как понять, что я испытываю на данном этапе депрессию, и как выйти из этого состояния? Ну, если говорить о вот таких сложных состояниях, да, как стрессовых и состояниях близких депрессий, то хотелось бы всё-таки разделить, что депрессия – это заболевание, которое очень сложное, и оно охватывает все сферы жизни человека. То есть это на психике, это вот такая… Жизнь видится в чёрном свете, да, у нас пессимистическое, раздражительное настроение. Мы не представляем себе, что там в будущем. Нам трудно смотреть в будущее, трудно планировать. И на уровне поведения нам сложно не то, что что-то начинать новое, да, двигаться вперёд, а вообще даже обычные дела трудно делать. На уровне тела это может быть и расстройство сна, то есть или бессонница, или постоянная сонливость. Расстройство аппетита, когда мы ничего не хотим, или наоборот, вот перекусываем постоянно, такое у нас заедание, проблема идёт. И ещё тело может отзываться какими-то блуждающими болями, и то там мышечное, да, то что-то сердце, то желудок, желудочно-кишечный тракт откликается. И это длительные состояния, когда они там две недели, да, мы говорим, что это депрессия. И здесь, конечно, нужна помощь специалиста. Часто человек уже в этом состоянии, он не способен посмотреть в сторону, мне нужна помощь, и обратиться к врачу, либо обращается только к терапевту, потому что на тело мы ещё обращаем внимание. Это недостаточно, нужен, конечно, психотерапевт, который поможет выстроить новое поведение в этой ситуации. Ну, такому человеку часто нужна помощь близких людей, которые его поддерживают и настроят на движение, хоть какое-то минимальное. Но я бы говорила о том, что сейчас много просто вот именно стрессовых состояний, да, вот тяжёлых состояний перед каким-то важным делом, это не всегда депрессия. То есть обычно для части людей нормально испытывать сильные переживания и даже такие вот желания прилечь, ничего не делать, не решать. Это в психологии называется регрессия, когда мы погружаемся в свою детскую часть, сталкиваясь с чем-то большим, сложным перед каким-то новым делом, и признать, что мне тяжело, мне нужны эти силы, я должен их накопить тем или иным способом. Иногда достаточно просто побыть вот в кругу людей, которые могут поддержать или позволить себе отдых. Ну, другие способы — это посмотреть, почитать, как такую ситуацию преодолевали другие, да, возможно ли это в принципе в мире преодолеть. Если это возможно, такой включить логический, то и я смогу, да, вот такие способы. И всё можно преодолеть. Главное — желание искать способ. Вот. Ну, если говорить о каких-то техниках, то очень важно как бы каждому человеку знать, что ему помогает, да. Мы себя знаем лучше, чем кто-либо. И возможно для кого-то отвлечься, почитать книгу, подумать вообще о том, что есть в мире ещё что-то, кроме этого огромного дела, которое мне предстоит, ну, как-то вот помогает, да. Это немножечко так переключить внимание, напряжение убрать. И можно символически поработать, когда вы представляете эту ситуацию, с которой вам нужно справиться, да, и как бы себя через 10 лет, ну, когда же, когда же. То есть когда я уже справился с этой ситуацией. Да, когда-то же это произойдёт, время неотвратимо идёт, к счастью, и этим нам не надо управлять, да. Когда-то эта ситуация пройдёт, и я справился, да. И можно вот даже символически положить что-то в виде этой ситуации какой-то, да, какой-то предмет как ситуацию, и себя, который уже прошёл дальше вперёд от этой ситуации. Можно посмотреть на эту ситуацию с высоты, там, сесть там на спинку дивана или как-то приподняться над этой ситуацией. И тоже посмотреть, что происходит, поискать разные способы. Ну, это такие приёмы, которые используют психологи в ННП, да, там, в системном моделировании. Они работающие, и, ну, нужно искать свой способ. Есть вот обычные бытовые, а есть психологические. И вот сейчас уровень психологических знаний растёт, и это позволяет нам от простого какого-то такого уровня, что посоветовала подружка, вот выйти на более такие действенные способы. Это радует. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо.